Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных, которые, я надеюсь, прошли очень даже неплохо, вы не растеряли оптимизм, бодрость, дух и, собственно, готовы вместе со мной продолжать следить за событиями, которые на финансовых рынках происходят. Ну и, разумеется, в связи с этим готовы и дальше спекулировать на основных торговых идеях, которые больше у нас носят долгосрочный характер. Наверняка посмотрели уже содержание экономического календаря после серьезных инфоповодов, которых было очень много на прошлой неделе. Можно сказать, что текущая пятидневка, мягко говоря, довольно вялая. И это было бы справедливо, друзья, если бы у нас все же на площадках не было одного серьезного риска-события, которое мы с вами обсуждаем, и событие, которое в любой момент может оказать серьезную, спровоцировать серьезную волатильность буквально всего спектра финансовых инструментов. Речь идет, безусловно, о сохраняющихся, крайне напряженных торговых отношениях с Соединенными Штатами Америки и Китая и торгового характера. Мы следим за этим инфоповодом уже который месяц, и на прошлой неделе очередной виток роста вот этой напряженности, на мой взгляд, стал основной причиной, из-за которой американская валюта, имевшая уйму возможностей, поводов и оснований для роста, все же не смогла больше, скажем, чем притопила, притопить позиции японской валюты. Если новостной фон будет оставаться настолько же нервозным, как очередная словесная перепалка, которая продолжается, мы сейчас к этой теме вернемся, конечно же, доллар, японская иена будет также довольно вяло двигаться, потому что, с одной стороны, мы легко можем оправдать спрос на иену из-за вот этой напряженности, но и с другой стороны, мы видим то, что и доллар огрызается и не упускает любой возможности немножечко восстановиться даже против своего основного защитного оппонента. А если мы посмотрим, что происходит с долларом против рисковых инструментов, вы сами легко сможете заметить, как рисковые активы двигаются вниз, и хорошо, потому что с некоторых пор мы снова по медвежьи смотрим буквально на все рисковые активы, но, пожалуй, сейчас исключением является только новозеландский доллар. Помните, что некоторое время назад я настойчиво покупал британскую валюту, сейчас я этого уже не делаю, но в отношении новозеландца, после того, как мы сделали довольно неплохую долгосрочную цель, я поглядываю уже в сторону роста, потому что считаю, что среди двух валютных активов и регуляторов, которые стоят за ними, это валюты стран Океане Австралии, Новой Зеландии, именно резервный банк Новой Зеландии, будет первым регулятором, который приобщится к прочим мировым центральным банкам и начнет, собственно, по крайней мере, говорить о скором ужесточении монетарной политики. Вот почему по новозеландцу, даже несмотря на тот прессинг, который сейчас оказывает на этот актив доллар, я по-прежнему смотрю вверх. Это мое субъективное мнение, друзья, вы можете с ним полностью быть несогласными, ну, это даже, наверное, хорошо, что у нас есть разные позиции, но я все-таки счел необходимым повторить то, что среди рисковых активов пока через БА я работаю только с новозеландцем. Давайте теперь чуть подробнее пробежимся про экономический календарь. Я считаю, что не нужно говорить сейчас о перспективах всей недели, у нас сегодня будет для этого вебинар в 16.30 по московскому времени, поэтому с большим удовольствием вас всех приглашаю. Ну, в целом, хочу отметить, что будет всего лишь несколько отчетов, и они уходят на конец недели. Там данные по инфляции, по Штатам и рынок труда по Канаде, ну, еще и процентные ставки Зердного банка Австралии и Зердного банка Новой Зеландии. Мы за этими событиями будем следить уже, собственно, во вторник и среду. По австралийцу, я еще раз говорю, друзья, мы вернемся к этой семье. Ну, я надеюсь, вы помните, что по австралийцу короткая позиция, и мы снова близки к цели 0.73. Очень хочется надеяться, что текущее решение Зердного банка Австралии будет нам на руку, скажем, на лапу медведям, и мы сможем притопить позицию австралийца ниже. В идеале бы вообще добраться до цели 0.73, потому что австралийца против доллара уже поднадоела, собственно, эта сделка в портфеле. Долго она маячит, наверное, не только у меня, друзья, но и многих из вас в арсенале торговых идей. И хочется немножечко уже, может быть, добавить что-то еще, возможно, даже по красам выйти из этой валютной пары. Скоро выйдем, тем более, что остается не так уж и много нашей цели 0.73. Уверен, мы ее сделаем. Давайте теперь поподробнее пробежимся по основным активам, с вашего позволения. Я отмечу только основные посылы. Подробнее будем совсем разбирать на вебинаре и на последующих брифингах уже по мере выхода актуальных новых макроэкономических данных, чтобы, скажем, говорить не об одном и том же, а говорить уже, обращая внимание, на события, которые вот-вот должны произойти, которые не когда-то там, в прошлом, повлияли на движение активов, а могут повлиять в ближайшее время. По нефтянке, друзья, закрытие у нас на отметке 73.35. Пятница сейчас мы находимся на уровне 73.41. Взгляд остается медвежьим. Я на прошлой неделе отметил несколько причин, по которым нет нужно продавать. Во-первых, стало очевидно, что участники рынка уже с меньшим интересом отыгрывают идею, из-за которой можно было бы расти. Эта идея потенциальной нехватки предложений на глобальном рынке уже больше смещается в пользу того, что предложение-то будет как минимум столько, сколько требуется, а в идеале бы для нас, продавцов, даже больше, чем нужно. Вот почему я решил, что можно уже вернуться к идее, которой мы придерживались ранее, это избыточного предложения, которое приведет к избыточному накоплению запасов. Почему я делал на этот акцент? Потому что у нас есть несколько регионов, на которые мы классически обращаем внимание, и за статистикой мы следим. Последние данные указывают на то, что производство нефти растет в России и в странах ОПЕК, в России за прошлый месяц плюс 150 тысяч баррелей, в Саудовской Аравии на текущий момент добывается 10,63 миллиона, то есть чуть-чуть ниже, чем исторический максимум. Я думаю, что все вы можете не уметь работать с цифрами. Совершенно очевидно, что не совсем происходит то, что нам пытаются донести отдельные средства массовой информации. И если провести такой анализ, собрав данные с совершенно разных источников, я думаю, что вы, в конце концов, после него, после этого анализа, будете согласны с позицией того, что страны ОПЕК+, скажем так, на самом деле добывают куда больше нефти уже сейчас, чем даже обсуждалось в ходе июньского заседания. Поэтому, друзья, я предлагаю вам эти цифры держать, собственно, в уме, в голове, прикидывать, что происходит по совокупной добыче, не забывайте также о том риске, который все же имеет место быть, исходя из торговых споров в мировой экономике. Я уже отметил и сделал акцент на то, что напряженность в вопросах сферы торговли между США и Китаем сохраняется. И, конечно же, это конфликт, в котором фигурируют две ведущие экономики. Если США и Китай все же не смогут сесть за слов переговоров, а я думаю, что шансов на это все меньше и меньше, очень активно каждый из этих регионов угнет свою позицию, не хочет уступать. В конце концов, мировая экономика, конечно же, уже не будет претендовать на те темпы роста, которые могла бы показать, если бы не было вот этого фактора напряженности. Поэтому выводы напрашиваются сами собой. Нефти все больше и больше, спрос, скорее всего, все меньше и меньше. Правда, по цифрам мы пока еще не получили подтверждение этого, но в ближайшие дни мы ждем очередную порцию докладов оценки глобального спроса со стороны Международного аналитического агентства, администрации аналитической информации. Посмотрим еще и на оценку Международного валютного фонда. Но я думаю, что в конце концов у нас вся математика цифрой сложится, и мы поймем, почему у нефти нет оснований для того, чтобы расти. Напоминаю, что единственный фактор интереса, собственно, санкции со стороны США в адрес Ирана. Вот сегодня опять же видел комментарий о том, что санкции вступили в силу. Вы не путайте. Речь пока идет не о нефтяных санкциях, речь идет только о финансовых. Нефтяные у нас до них еще довольно-таки много времени. Это ноябрь месяц. До этих пор настроение еще тысячу раз изменится. И в том числе до этих пор мы с вами не раз будем использовать в наших с вами брифингах доводы, аргументы о том, что смягчилась позиция США по иранскому вопросу. Поэтому у нас будет еще возможности даже этот фундамент закладывать в качестве, ну, в основу тех причин, из которых мы нефть, собственно, продаем. По запасам, я думаю, не суть важна. Сейчас не будем возвращаться к тому, сколько у нас было накоплено, собственно, на прошлой неделе. Точнее, не у нас, а в рамках американской экономики. Если интересует, можете посмотреть последние брифинги конца прошлой недели. Я уделял довольно много внимания, собственно, этим отчетам. По российской валюте мы постепенно, собственно, приближаемся к отметке 64-65. Также, я думаю, вы согласитесь, то, что диапазон, собственно, по торговке рубля постепенно расширяется. По мере добавления к общим факторам распродаж рубля еще возможность новых санкций со стороны США, вот и с российской экономики, у нас причин не ставит ни в коем случае на рост российской валюты еще больше. Поэтому ждем нашу долгосрочную цель. Я понимаю, что многие уже устали, друзья. Я тоже рассчитывал 65 увидеть уже гораздо раньше, еще даже до наступления летнего сезона. Но вы видите, что пока что цены на нефть метаются тоже, то вверх, то вниз. Мы никак не можем сейчас упрочить движение в рамках конкретной тенденции. Стоило только подобраться, собственно, к 70-ти, снова пошло восстановление. Сейчас котировки в районе чуть не уже 74 долларов за баррель. Соответственно, по мере движения в районе 70-ти у нас будет возможность вернуться к ставке на активное ослабление рубля. И я думаю, что вы сами увидите реализацию тех целей, которых мы преследовали. Доллар японская иена. Предлагаю сделку с покупкой buy limits с отметки 110.80. Почему? Потому что активно ставлю, не сомневаюсь в росте доллара, даже несмотря на то, что понимаю, что на рынке присутствует все же фактор, из-за которого японская валюта может обыграть американца. Это стоит только ухудшиться, опять же, новостному фону по торговым вопросам между США и Китаем. Но пока этого не происходит. Пока только угрозы. Да, на прошлой неделе Трамп поручил рассмотреть возможность введения новых таможенных пошлин. Тут же в четверг Китай ответил, что если США пойдет дальше, то и Китай также не будет включать заднюю и тут же ведет новые пошлины на перечень американских товаров общей стоимостью в 60 миллиардов долларов. Это пока что только угрозы, друзья, не реализованы. А поэтому давайте поработаем со статистикой по Штатам. У нас понедельник после пятничных нон-фарм параллс. Несколько дней мы точно будем еще резонировать от этих данных. Статистика, на мой взгляд, очень даже ничего. Не обращайте внимания, что количество новых рабочих мест в прошлом месяце не тянуло до прогноза. 157 тысяч. Посмотрите, насколько были пересмотрены данные. Получается, за июнь и май. С большим повышением, больше чем на 50 тысяч, я вижу в этом очень хорошие сигналы того, что в целом сектор чувствует себя прекрасно. И тем более, что у нас Федрезерв в лице Джерома Пауэлла и ряда еще чиновников, за которыми мы следим уже не раз подчеркивал, что, наверное, какой-то невероятный форс-мажор, которого в принципе не может случиться, способен испортить вот эту позитивную тенденцию. И я склонен верить, что это действительно так, поэтому ставлю на то, что сектор будет прогрессировать и дальше. Уровень безработицы снова снизился с 4 до 3,9%. Заработная плата остается на очень высоких значениях, многомесячных максимум 2,7%. Индекс активности в сфере услуг АСМ 55,7% снижение с 59,1%, но не суть важна, насколько снизились. Самое главное, что индекс держится выше 50%, поэтому тенденция роста сохраняется. По доллару длинные позиции актуальны, если это против рисковых активов сделки, то понятно, что доллар вообще нужно активно покупать прямо сейчас. Что касается доллара и японской иены, у нас тоже сохраняется позитивный настрой, но вот, как я уже отметил, все-таки у японской валюты также есть возможность упрощить свои позиции. Но пока эту возможность мы лишь держим про запас, и в идеале бы, чтобы она не была отработана японской валютой, потому что это снова сломает наши ожидания и немножечко подорвет веру в доллар. Пока что эта вера сохраняется. Сделку я вам предложил, друзья, тех, кто в длинных позициях, уже находятся, держим их в расчете на уход выше 113. Фунт против доллара. Негатив продолжает сыпаться, как из рога, изобилия. Уже не раз мы употребляли такой словесный оборот. Индекс активности в сфере услуг, напоминаю, что это та сфера, которая генерирует больше 80% экономического роста. Спад с прошлых значений с 55,1 до 53,5. Да, признаю, по аналогии со статистикой по штатам, раз выше 50, значит восстановление сохраняется. Здесь, в принципе, также эта логика действует, но все-таки ее лучше рассмотреть с позиции слабости, потому что тенденция снижения, она продолжает оставаться, имеет место быть. Очень сильно мы уже скатились, я думаю, что через пару месяцев и вовсе окажемся ниже 50, то есть в зоне, которая будет указывать уже не на восстановление, а на спад, стагнацию, последующую рецессию. Еще один фактор, возможно, более важный, он посвящен теме Брекзита. Очень много в конце прошлой недели об этом событии и политическом, скажем, форс-мажоре, иначе не назовешь, говорил Марк Карни, который возглавляет Банк Англии, отметив то, что, к сожалению, но за последние недели вероятность жесткого Брекзита, от которого мы так с вами открещивались, она существенно возросла. Даже Тереза Мэй, которая взяла, скажем, в свои руки весь ход переговоров, пока ничего не может сделать, но не устраивает Европейский Союз, предложения, которые идут со стороны Англии. Соответственно, тем хуже для Англии, потому что все меньше времени до фактической даты наступления Брекзита, когда Англия пойдет уже по своему вектору развития, будучи вне валютного блока, и нет никакого позитива. В связи с этим Карни снова отметил, что в случае жесткого Брекзита цены начнут стремительно расти, инфляция вылетит за 3%. Друзья, это супер негатив для британской экономики, для британца, потому что на фоне такого роста индекса потребительских цен, экономический рост в Англии будет продолжать снижаться и, возможно, окажется на уровнях, которые мы не наблюдали уже несколько десятков лет. В связи с этим фунт, мы видим, не растет, остается под давлением. Трейдеры не хотят отыгрывать потенциальное ужесточение монетарной политики, потому что ставку уже подняли, но в целом ничего позитивного с курсом не произошло. Я предлагаю сейчас не двигаться, скажем, против течения. Раз уж тенденция нисходяще развивается, раз уж идея повышения процентных ставок не вдохновила покупателей, ну и, собственно, бог с ними. Продаем фунт, цель 1.25, мы, кстати, о ней уже говорили на прошлой неделе. Евро против доллара 1.15, все ближе, друзья. Я прямо предчувствую тот момент, что через несколько дней я поздравлю вас всех с том, что мы сделали этот долгосрочный рейтинг. И это будет здорово, потому что мы продавали евро не просто так, у нас было достаточно сигналов медвежьих, исходя из слабой статистики, исходя из, опять же, политического вопроса торгового отношения Европейского Союза с США, как вы знаете. Следующий раунд переговоров пройдет не скоро, в сентябре, соответственно, полтора месяца как минимум неопределенности, это негативный момент. Ну и, конечно же, евро не может ничего противопоставить укреплению курса доллара, особенно на контрасте миниатарных политик. Важный отчет вышел в пятницу, розничные продажи. Как вы знаете, розница свидетельствует об активности потребителей, а активность потребителей указывает на то, насколько является оправданным рост инфляции. Поскольку розница просела, мы делаем вывод о том, что, скорее всего, случайностью было, что мы увидели цель по инфляции в рамках еврозоны, а поэтому в ближайшие месяцы индекс потребительских цен, не базовое значение, конечно же, снова уйдет ниже 2%. Поэтому евро 1.15 остается совсем чуть-чуть. По австралийцу я уже отметил, что мы близки к цели 0.73. Завтра в 7.30 по московскому времени Резервная банка Австралии пересматривает процентные ставки. Безусловно, без изменений все останется. Послушаем комментарии сопроводительные. Позже на неделю, по-моему, друзья, не хочу ошибиться, в среду также утром будет выступать Филипп Лова, который возглавляет Резервный банк Австралии. Ну и, соответственно, либо от завтрашнего решения поставки, а точнее даже от заявлений, которые будут сделаны в целом от Резервного банка Австралии, либо уже от комментариев Филиппа Лова я жду, собственно, импульса продаж, который сможет дотащить пару австралийц против доллара к отметке 0.73. А вот что касается процентной ставки по Новой Зеландии, это событие среды, тоже довольно интересное событие, но я бы все-таки уже спекулировал не через продажи, а через длинные позиции, поскольку еще на прошлом заседании мы получили первый сигнал до того, что Резервный банк Новой Зеландии начал задумываться о скорой целесообразности ужесточения монетарной политики. И причиной для пересмотра вот такого отношения к тому вектору, который сейчас реализуется, выступили сильные данные по инфляции. По Австралии мы, конечно же, таких отчетов еще не видим, но по Новозеландии статистика уже явно улучшилась. Поэтому я предлагаю сохранять длинные позиции тех, кто еще не в сделках по новозеландству против доллара, buy limit 0.56.90, это сделка, которой можно придерживаться, собственно, на этой неделе. Друзья, на этом, собственно, все. Еще раз напоминаю, что в 16.30 жду вас всех на вебинаре правильный понедельник. Поговорим еще раз о событиях минувшей недели и посмотрим на то, что будем с вами отрабатывать из событий фундаментальных на этой неделе. Также предложу еще и целевоориентиры по ключевым валютным инструментам. Хорошая торговая неделя, не забывайте про то, что у нас остается вот совсем где-то рядом ожидания по тому, что же произойдет в плане изменений в торговой сфере между США и Китаем. Я не знаю, каким последствиям это приведет для финансовых рынков, но пока что вы должны понимать, что каких-то позитивных ожиданий быть не должно. Все сводится к тому, что и США, и Китай, вот по прошествии какой-то паузы, неуклонно возвращаются к своему желанию проводить исключительно патриционистскую политику. Но это больше свойственно для США. Китай, наверное, просто защищается и ведет себя так, как, ну, наверное, должен вести себя регион, который также по праву обладает статусом одного из самых ведущих. Не прогибаться, не уступать, а тоже огнуть вот свою жесткую позицию. По экономическому календарю поговорили, соответственно, понятно, что мы ждем и что будем отрабатывать. Поэтому брифинги каждый день в 9.30 по московскому времени. Для того, чтобы быть в курсе основных событий, друзья, не забывайте про них. Всего доброго, до свидания.